Осенний легкоатлетический кросс среди учебных заведений города состоялся на острове Дятлинка. В нем приняли участие средние технические учебные заведения, техникумы и колледжи, вузы, средние общеобразовательные школы. Всего около 700 спортсменов соревновались в беге на дистанциях среди девушек 1000 и 2000 метров и среди юношей 1000 и 3000 метров. Сождественное построение и поднятие государственного флага началось это спортивное мероприятие. Участников приветствовал главный судья соревнований Александр Максимов и начальник отдела Комитета по молодежной политике и спорту администрации города Юрий Карпенков, который поздравил спортсменов и пожелал им успешных стартов. Великолупские атлеты показывают хорошие результаты и по мнению председателя Горосколио-катлетической федерации, главного судья соревнований Александра Максимова, такой вид спорта как бег должен стать еще более популярным среди молодежи. Уровень спортивный достаточно высокий, но если немножко отвлечься от данных соревнований, то этот сезон был у нас насыщенный и достаточно успешный. Вот спортсмены нашего города выступали и на молодежном первенстве России, и на взрослом, и показали там неплохие результаты. И сегодня погода как бы позволяет нам показать хороший результат. Хотелось бы, конечно, чтобы участников было как можно больше, особенно в соревнованиях, которые вот сегодня проходят. Это беговые дисциплины, потому что бег считается наиболее эффективным средством и для оздоровления, и для снижения веса, потому что он плодотворно влияет и на сердечно-сосудистую систему, на дыхательную, да и практически на весь организм. И самое главное, что успокаивает нервную систему и делает людей, ну, наверное, счастливыми. После подведения итогов кросса победителям вручили почетные грамоты, медали и кубки. Ребята не скрывали своей радости и рассказывали о том, как им удалось достичь победы. Я очень рада, я безумно рада. Соревнования были отличные, было тяжело бегать на такой дистанции, погода не совсем соответствующая. Что я скажу для молодежи? Не курите, не пейте, бегайте, занимайтесь спортом. А школики, идите в лесхозтехникам, будете ходить с медалями. Я в этих соревнованиях принимаю участие уже не первый раз. Очень рад, что выиграл уже не первый раз. Мне к этим соревнованиям помогали готовиться Иванов Павел. Всячески меня поддерживал, помогал. Городской осенний кросс закрывает летний спортивный сезон. И по его итогам будет сформирована сборная команда для участия в областном кроссе, который состоится в конце октября в городе Порхове. Наталья Фуина, Роман Медведев. Новости Великолугской, телерадиокомпания.